Кажется, страсти вокруг Минина и Пожарского не утихнут уже никогда. Снова Нижегородский архив достает из своих запасников любопытные истории. Поминальные записи с синодика Печорского монастыря, куда Дмитрий Пожарский записал для вечного поминовения своих родственников и своего боевого товарища Кузьму Минина. Так, по крайней мере, считалось много веков подряд. Потом решили, нет, это он упомянул себя. Просто как это было заведено у аристократов, принял монашеский постчик и взял имя Кузьма в честь друга. И опять мимо. Было найдено и введено научный оборот, духовное, то есть завещание князя Пожарского, и выяснилось, что, оказывается, Кузьма – это его настоящее мирское имя. Он никогда не принимал пострика. Он родился, когда ребенок родился на Белый свет, родители его окрестили именем Кузьма. А так как имя Кузьма не богозвучно для князя, то он взял еще княжеский псевдоним товарищ Дмитрий. В выставке «Нижний Новгород в веках» здесь собраны самые интересные архивные документы, связанные с историей нашего города. Ранее они экспонировались, но на узкоспециальных выставках. Сегодня впервые доступны для всех. Это копии. Подлинники выставлять нельзя. Они входят в разряд особо ценных документов. Таких фотографий вы не найдете ни у коллекционеров, ни где-либо еще. Случайно сохранившаяся зарисовка Нижнего в 17 веке. Город узнаваем Кремль, Волга, Ака. Настольная грамота возведения в сан первого владыки Нижегородского и Арзамасского архимандрида Филарета. И снова авантюрная история. Документ был выкраден и чуть ли не ушел с молотка за баснословные деньги. Успели снять с аукциона и вернуть в Нижний. Фото с высоты птичьего полета Нижегородской ярмарки. Начало 19 века. Вокруг прорыт канал. Его следы до сих пор есть в современном городе. Решали вопрос снабжения гостей водой. Но знаменитый канал стал посадком криминальных хроник. Сохранились документы Нижегородского сыскного отделения полиции, где подробно описано, как злоумышленники спаивали купцов, добавляя спиртное опиум. Это называлось опоить малинкой. Тела ограбленных купцов сбрасывали в Петанкурский канал. Это к вопросу о том, что алкоголь очень вреден для вашего здоровья. Иногда документы Нижегородской полиции поистине читаются как хороший детективный роман. Когда станут совсем старенькие, уйду на печь, обязательно напишу воспоминания Нижегородской полиции. Первая мировая. Фото из цехов заводов, которые были мгновенно переведены на военные производства. Вторая мировая. И снова нижний центр поставки боеприпасов и техники. Этот танк сходит с конвейера. Летчик Нестеров. Копия записи о его гибели. Он первый в мире совершил мертвую петлю и погиб при таране вражеского самолета в 2014 году. А эта фотография облетела весь мир. Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании, гуляет по Большой Покровской с тогдашним губернатором Борисом Немцовым. Начало 90-х годки только что переименовали назад в Нижний Новгород. Англичане на Покровке. По тем временам. Это даже не дух свободы. Это лихачество. Ксения Дорьевна, Максим Силов, Объективно, ННТВ.